Какой дар вы унаследовали? Что-то о вас расскажут. Дар семьи. Дар семьи. Что это значит «дар семьи»? Я не знаю. Мне пришло «дар семьи», а вы уже, как говорится, понимаете, как хотите, каждая из вас. Ведь в любом случае, каждая из вас мои слова воспринимает через свою призму, через какие-то свои взгляды, через свои понятия и принципы. Что это может быть за дар семьи? Не знаю. Что вы семейный человек, домовытый, домовыта жиночка, домовыта, хозяйственная. Такая вот, что все в семью, в семью. Семья, дом. У вас вот такие понятия. Семья – это главное. Хозяйственная очень. Что-то там, я не знаю, хозяйственное. У каждого разные понятия, что такое хозяйственная женщина, вот та, которая вот сумеет как-то сэкономить, приготовить. Все у нее в кулаке, да, хозяйство, какие-то бытовые вопросы, она все это решает. У нее все под контролем, у нее все в порядке. Все по полочкам разложено, вот такая хозяюшка, да, вот я знаю таких женщин. Там все по полочкам разложено, крупы все по баночкам расставлены. Не просто вот, как купила в этом пакете, он так и стоит. А по красивым баночкам, она там все это рассыпет. И все вот в шкафах, одежка, все это лежит, отсортировано по цвету одежды, по сезонности, вот так вот. Чтобы все были накормлены, напоены, одеты, приодеты, выкупаны, да, чтобы дырявых одежды никаких не было. Все залатано, да, даже если вы не латаете ничего, там дырки никакие не зашиваете, но вы все равно, допустим, вы не позволяете, да, чтобы вы сами, члены вашей семьи ходили в дырявом. Вы или латаете это все, зашиваете, или просто выбрасываете, и у вас есть новое, новое покупаете, да. Уют какой-то умеете создавать. Вот именно в доме тепло. С вами тепло. Люди, когда к вам приходят в дом, будто бы вот у вас их гостеприимный дом, гостеприимный. Людям хочется к вам приходить в гости. Когда к вам в гости приходишь, вот такое создается ощущение, чувство благополучия, что у вас-то все и есть, и еда у вас есть, и тепло, и светло, все чистенькое, свеженькое, аккуратное, ну вот такое вот что-то, да. Да, вот как-то и дети к вам ваши тянутся, дети именно ваши, и внуки, и правнуки. Ну это же тоже ваши дети все считается. Внуки и правнуки это тоже ваши дети. Как-то к вам тянутся, да. Не так вот к родителям, как к вам. Если у вас уже есть внуки и правнуки, да. Если внуков и правнуков нет, то говорится о ваших детях, что они к вам тянутся. Есть такое, что меня смотрят бездетные женщины, то тут показывают, что, возможно, чужие дети к вам тянутся, потому что у вас энергетика вот такая хорошая. Энергетика мамочки. Ну, конечно, по этой карте, по этой энергетике к вам и мужчины тоже такие тянутся, которые нуждаются именно в мамочке. Они не в женщине нуждаются, которую нужно любить, он нуждается в мамочке. То есть он нуждается, чтобы его любили, за ним бы ухаживали. Ему женщина полноценная, скажем, женщина в обычном понимании не нужна, потому что за женщиной надо ухаживать. Ну, такой, чтобы за ним поухаживали. Вот тут такая вот обратная сторона медали. Карта выходит на вас, император. Вы действительно все в кулаке держите. Четверка жезлов, это, в принципе, кроме семьи, кроме дома, может еще показывать работу. Возможно, у вас какая-то должность высокая, либо специалист хороший, прекрасный, потому что император – это тоже высокая должность, или специалист, опытный, ценный работник. Не просто работник, а именно специалист. Это человек, который занимает высокие должности. Как правило, это даже больше директор, начальник. Но вы тут как начальник всей семьи, директор всей вашей семьи, директор вашего дома, председатель, председатель дома. Или на работе вы занимаете высокую должность. Но вы тут очень авторитетная женщина, может быть, даже впадаете в авторитарность, можете быть очень жесткой. Потому что по императору, когда уходишь в минус, какие-то у тебя неурядицы, или какую-то ты ситуацию не выдерживаешь, психика твоя не выдерживает, уходишь в минус, и начинаешь уже так жестить начинаешь, давить своим авторитетом, давить своим каким-то диктатом, то, что вот я знаю, и так будет. Я знаю, как правильно. Вот так вот своим мнением начинаете уже давить. Да, действительно. Тут можете передавливать. Вот этот дар вы ему наследовали. Вы-то сильная, конечно, женщина, но иногда вы можете и чересчур ухнуть свою линию. Тут ваши домочадцы в первую очередь страдают, ваши близкие люди. И плюс еще карта сила. Вы-то сильная, такая авторитетная. Тут можете перегибать палку. По императору, это человек, в принципе, который руководствуется своими взглядами, своим мнением. Не прислушивается никому. Это человек-единоличник. Единоличник. Это схоже с магом. Карта маг тоже, как единоличник. Но император – это уже что-то более глубокое. Две цифры. Четверка состоит из одного и из пяти. Единица – это как раз тот самый маг, а пятерка – это жрец. Иерафант. Мудрый человек, умудренный опытом, знающий какой-то. То есть то, что вы свою линию гнете, это не просто так вот спесь у вас, да, самодурка. А вы это делаете, исходя из своего опыта. Да, у вас свое мнение сложилось не просто так, а действительно вы какой-то опыт пережили. или в этой жизни, или в прошлой. Какой дар вы унаследовали? Ну, это вам по судьбе держать все в кулаке. Если вы думаете, что вот у вас такая несчастная судьба тяжелая, так у вас все тяжело складывается, то нет. Ну, так-то да, это ваша судьба, но вам это дано. У вас ваша жизнь складывается не просто так, и вам приходится со многими обстоятельствами справляться, а потому что у вас, собственно, для этого вот эта сила и есть. Да, как говорят, что считается, есть такая фраза, что Бог испытывает своих любимых детей, да, Бог испытывает самых сильных. Трудности посылаются самым сильным, потому что что? Потому что у них для этого есть вот эта сила, чтобы справиться. Слабому человеку, вот если вы посмотрите на других, проанализируете жизнь других, слабому человеку такие испытания не даются. Почему? Потому что он этого не выдержит. Он или сопьется, или что-то с собой сделает, и так далее, и тому подобное. Он эту ситуацию не вытянет. Ну, вот что есть, то есть. Да, конечно, может быть, у вас возникала мысль, возникает мысль, что зачем мне эта сила дана, да, зачем оно мне надо, я лучше была бы слабой женщиной, серая мышка неприметная, но чтобы у меня этого трэша в жизни не было, да. Ну, дело в том, что ваша душа выбрала вашу судьбу, ваш сценарий жизни, ваша душа это всё уже знала, прежде чем воплотиться. Ваша душа это выбрала осознанно, чтобы прожить вот этот опыт боли и страдания на земле. Для чего-то вам, вашей душе, это надо. Кому-то и для чего-то это надо. Какой дар вы ещё унаследовали? Карта победителя. Выходите с любой ситуацией победителем, да, тут так понятно. Добиваться, добиваться своего, ставить перед собой какие-то цели и идти к этому. Тут маски, маски. Дар масок. Или вы можете с других людей маски снимать. Или вы видите, когда человек надел маску, он притворяется, да, он притворяется, он ведёт себя неестественно. Видно по человеку, что на самом деле там что-то другое скрыто, да, что на самом деле человек совсем другой, как себя он пытается показать и преподнести. Может быть, вы также соответственно можете надевать маски, чтобы, например, подстроиться. Подстроиться, когда вам от человека что-то надо. Или, например, не хотите вы показывать свои чувства, настроение свое не хотите показывать. Вы тоже, выходя из дома, надеваете маску, когда не хотите, чтобы к вам люди лезли в душу, да, вот, потому что, ну, вы выходите из дома и вы предполагаете, что я сейчас кого-то встречу из знакомых, это сейчас начнутся эти вопросы, что да, как, как там твои дети, да, как внуки, а как там твой бывший, что там у тебя с бывшим, а вы не хотите об этом говорить, да, вы не хотите распространяться. И вот вы надеваете какую-то маску, чтобы к вам люди не приставали с этими вопросами, да, или просто вы не в настроении, не в настроении, не расположены общаться. Вы тоже надеваете некую маску такую холодную неприступности, чтобы человек сразу видел, что к вам лучше сейчас не подходить. Такая у вас способность. Дар отшельника. Дар отшельника. Человек мудрый, опытный. Человек мудрый, опытный. В себе можете копаться, вот этот ваш дар. Можете анализировать свое поведение. Поведение других людей можете анализировать. Но тут тоже, когда в минус уходите, вы закрываетесь от мира. Закрываетесь. И из-за этого показывают, что вы можете какие-то возможности терять. Что вот не надо мне этого ничего, оставьте меня в покое. Я вот тут сижу, никого не трогаю, и вы меня тоже не трогайте. Что вы все от меня хотите. Вот такое может быть, когда вы уходите в минус тоже, когда плохое настроение. В себе сильно копаетесь. Вот тоже одна женщина написала, что как отшельник может открываться миру, если это его путь самопознания, погружаться в глубину. Как раз-то наоборот. Путь отшельника. Выходите, открываться миру, открываться людям, делиться своими знаниями. Потому что он уже отшельник, он уже имеет на данный момент знания. И когда такой человек еще больше начинает погружаться в себя, изучать себя, а какой я, а что я, вот в чем смысл жизни заключается, это уже он уходит в минус. Это вот часто вот такие вот религиозные люди, йоги, которые зациклены вот на духовности, они там постоянно какие-то, на каких-то диетах сидят, постоянно эти ретриты, вот эти медитации погружаются в эту духовность, самопознание, и что происходит. А денег никаких нету. Вот когда отшельник уходит в минус. Для отшельника это опасная ситуация, это опасная история, вот эти все погружения в себя, познания себя. Вы уже отшельник, вы уже, ну в смысле, вы уже родились с этими знаниями, вы и так уже все знаете. Хватит уже себя познавать. Но когда вы вот еще больше начинаете в это углубляться, это уже считается для отшельника уходите в минус. И тогда у вас нету денег. Вот почему вот эти все религиозники, йоги, они практически все бедные, кроме тех людей, которые организовывают вот эти все ретриты. То есть для отшельника задача выходить и делиться своими знаниями, которые у тебя уже есть на данный момент. Хватит уже что-то узнавать о себе, о мире, ты и так знаешь. Рассказывай уже другим, делись с кем-то, и тогда тебе деньги будут приходить обратная отдача от мира. Да, вот вы тут и сидите. Не хочу ни с кем делиться, я еще мало знаю в этой жизни, мне нужно еще подучиться, поднабраться опыта. Такого я там могу учить? Ну да, вот кого я могу учить? Я еще себе не помогла, да, я еще мало знаю и так далее и тому подобное. Бесконечная история. Поэтому и денег у вас нету, если вот это именно говорится о вас, да, что вы, вот если вы бесконечно, вот вам там 40 лет, 50, вы все еще находитесь в этом самопознании. Хватит уже познавать себя, этот мир, пора уже свои знания давать миру, а не держать это в себе. Да, пожалуйста, сидите перед закрытой дверью, отворачиваетесь вы, у вас дар по жизни, зарабатывать деньги через свой опыт, через свой опыт, через свои знания, через учительство в Ании, через наставничество. Но вы от этого отворачиваетесь и сидите вот перед этой закрытой дверью. дверь тут уже или мохом, или чем-то уже стало уже обрастать. Не входите в эту дверь, не принимаете возможности. И вот как этот отшельник, ему от судьбы даются вот какие-то тут дара, блага, как ангел в корзине держит фрукты, явства всевозможные. Но этот отшельник продолжает сидеть на своей, в своей пустыне, сожжённой, испепелённой, сухой и всё. Нет, ещё рано. Я ещё к этому не готов к этим благам. Нет, заберите вот эту корзину, я тут ещё посижу, помедитирую, познаю себя, познаю мир, смысл этой жизни. Ты и так уже знаешь себя и этот мир. Ты и так уже эту жизнь познал. Хватит уже. Выходи. Выходи уже из этой пустыни. У тебя дар жить в достатке. За счёт своего опыта, за счёт своих знаний. Но, как я сказала, это нужно отдавать в мир. Мир отдавать. Ещё какой у вас дар по жизни? Так, сколько там времени? 20 минут. Какой вы дар ещё унаследовали? Так, тут что-то показывают. Какая-то женщина сидит, иглы втыкает. кукла, кукла или кукловоду. И женщина в эту куколку втыкает иглы. Так, ну тут уже какой-то пошёл. Другая история пошла. Что это за женщина? Я уже не буду смотреть, с чем эта история связана. Другая тема сейчас. На этом я заканчиваю. До новых встреч, на новых раскладах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok